тебе подгон сделать? Какая будет реакция? Молодец, Лукашенко. Ничего себе, я думаю, что это экологически чистая картошка. Вообще, я хотела сказать Лукашенко, отдать должное ему. Какой он молодец. Я вот тогда приехала, говорил его, батя, как его называют здесь? Батя, да? Мне тут таксист сказал. И я считаю, что такой лидер, вот который держит все, нужен для страны. И просто снимаю шляпу перед ним, низкий поклон. Нет, я не в больнице лежу. Я в Раубичи находится, называется. Это горнолыжный курорт. Ну, такой скромный апартамент. Наша с Анжелишкой, она завтра приезжает. Мы сдвинем кровать и будем вместе спать. Батька. О, батька. Батька. Хороший батька. Очень хороший. Где вы делали брови? Я все, что не делала, я все, что не делала, вот этот татуаж, все потом удалила, убрала, потому что у меня в итоге лучше всего свои собственные брови смотрится, когда я их просто крашу. Видите, сейчас просто вот чуть-чуть есть. Мне, как ее зовут? Лилечка сделала просто такой теневый окрас, чтобы они не просвечивали совсем. И так, естественно, хорошо. Где мой мужчина? Мой мужчина спит, отдыхает. А с Бородиной мы не общаемся. Ну, как бы, мы здороваемся, когда видите. В Минске спину лечить приехала, да. Как я поддерживаю свою фигуру? Я как только не поддерживаю, ребят. Вы, наверное, если смотрите мой инстаграм, если читаете меня, я все всегда показываю, все всегда рассказываю, что я только не делаю. Чистки я делаю. На клеточном уровне чистки делаю организма. Она просто делает чистку печени раз в год. Питание у меня, разные всякие способы очищения. Но самое главное, это чистка. Вот, а, кто-то написал, спросил, а желудок не испортишь? А имбирем? Нет, не испортишь, потому что его можно пить только один глоток в полчаса. А если сильно болеешь, то в полчаса. Если просто, как у меня сейчас, чуть-чуть просто насморк начинается, то раз в час. Глоток в час достаточно будет. Анжелишка с Алексом приезжает? Анжелишка с Алексом приезжает, да. Алекс давно тоже хотел сюда привезти, слава Богу, он меня послушал. И завтра он тоже пойдет на молоток. И посмотрим, кто из нас лучше всех выдержит молоток. Майкл Джексон тоже следил за собой. Ну, я бы не сказала, что следил за собой. Я думаю, что человек, который следил за собой, не будет делать столько, не приносить, не будет столько вреда своему организму различными тяжелейшими препаратами, которые очень сильно влияют на центральную нервную систему и вообще на организм. Я тот человек, который лечится только без таблеток. Поэтому у кого кто как ухаживает. В Америке у них таблеточка проснуться, таблеточка заснуть, таблеточка перед едой, таблеточка после еды. Майкл Джексон тоже следил за собой. Привет, привет всем, кто только зашел в привет. Лягушки у меня остались. Витамины пью я только для волос. Серьги это у меня ванклиф от моего сета. Я их просто потеряла и только нашла. Я их потеряла где-то, наверное, полгода. Я все время теряю, у меня в сейфе все теряется. Потом спустя год или два в сейфе все находится. У меня просто сейф такой, у меня все теряется. Боня, салам, как ты, сеструха? Все хорошо, все хорошо. Салам алейкум. Все шикарно, все здорово. Так, витамины пью для волос. Какие, сейчас скажу, называются. Самые лучшие они, самые крутые. Видите, как волосы отрасли? Шутка. Сейчас скажу. Называются они биотин. Биотин. Лучше такие, американские, конечно же, брать. Как набрать вес без мяса? Моя хорошая, только могу тебе посоветовать с жиром, как набрать вес. Я хоть и набрала, я опять все потеряла. Просто сейчас смотрю на себя, опять я все отощала. Ну, с жиром я могу тебе посоветовать набрать вес. Это кушать пасту в сливочном соусе с креветками. Во-первых, вкусно. Во-вторых, наберешь вес однозначно. Гимнастику для лица я делаю. А я уже говорила. Валейклассалам. Я тут говорю, мне просто... Кто-то пишет мне. Привет. Что я говорила по поводу... Столько вопросов, что я один читаю, другой забываю, на третий отвечаю. Сейчас вспомню, что я говорила. Ботекса у меня нет. У меня вроде красиво стоят, что правда, что ли? Видите, ботекса нет. Я не делаю ботокс. Я хочу сделать у Саймона. Я вообще боюсь что-либо трогать лицо вообще. Саймон это единственный человек, который мне выровнял асимметрию. Потому что когда-то мне когда-то закалывали носогубки вот так вот. Это просто ужас. И у меня потом была свет, у меня вот такое лицо было. Он мне выровнял все вот сколько там, два-три года назад. И с тех пор я пообещала себе, что больше ни одной игле не дам прикоснуться к своему лицу. Всем в алейкум вассалам. Всем-всем-всем салам пополам. Говорила насчет лица. Говорила. А, да, про гимнастику точно, да. Я делаю курс упражнений, допустим, у меня как для глаз, курс упражнений, которые я делаю. Потом для вот скул, для шеи. И сейчас я взяла еще девочка одна, она довольно-таки популярная, которая делает не упражнения, она делает релаксацию для лица. То есть она говорит, что очень важно еще расслаблять мышцы, потому что когда они у нас работают, что закладываются, опять же, мимика, морщины, потому что у них все время гипертон, все время напряжение. И она учит, как расслаблять. Я эту девочку взяла для своего блога, видеоблога. И она поможет тоже своими уроками нам научиться расслаблять мышцы лица. Поэтому, поэтому, я, когда мы запустим наш онлайн-курс, вам рекомендую обязательно, девчонки, если вы хотите, потому что я туда собрала все, 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 что я делаю, плюс еще работа над собой, плюс еще работа со своим сознанием, с уверенностью, психология, философия и практические задания от мастеров. Поэтому, как только запустится мой курс онлайн, я вам сообщу, и там все будет. Сколько будет стоить курс? Там будет несколько вариантов, и вы сможете выбрать для себя более удобный. Здравствуйте всем, кто только зашел. Как жить после измены? У меня вчера подружка, на самом деле, моя позвонила, и мне тоже рассказала про свою историю, и что вообще, бедненько, она так расстроилась. Она встречалась с своим парнем, молодым человеком, но я не могу сказать имена, имя, и он изменил ей, и не один раз, и сам признался в этом. Ужас. Представляете? Ты не понимаешь, мужчина признался, что он, что он вообще преследовал, какую цель? Что он сказал, и огулял, и не один раз. Ну, как бы вот за... Она улетела по работе, там, работала, улетела. И он за это время, там, пару раз каких-то, там, не знаю, привел. Курс только для женщин? Ну, в принципе, я его, как бы, делаю, как для женщин, но ко мне на семинары, даже на мои женские, все равно мужчины тоже приходят, и им нравится, поэтому не знаю, что там у нас. Ну, там есть кое-что только для женщин. Мужчины будут в шоке, если это увидят. Ну, не знаю, пусть знают. Я сам уже, я уже ответила на этот вопрос. Без трех минут замужем. Извините, какой курс? Я сейчас создала... Я сейчас создала и записала четырех- или трехнедельный онлайн-курс, по которому мы будем работать. Вот вы приходите на этот онлайн-курс, и я говорю, привет всем, сегодня, эту неделю, допустим, мы работаем над уверенностью. И мы начинаем полностью сначала, ну, как бы, первый блок у нас идет уверенность, потому что когда женщина должна, ну, вообще не только женщина, а человек должен чувствовать себя свободно, комфортно, уверенно в том, что он делает. и там дальше у нас идет работа техника речи, работа как держать себя, в уверенность входит тоже домашнее задание, как научиться нести себя и быть уверенной, неважно в какой компании ты находишься, от студента до президента. Кто-то написал, мой мужчина мне точно не изменяет. Можете не зарастливать и даже не придумать. Виктория скажет, как вы лечили дисплазией. Ну, я говорила, что пришлось сделать операцию, и сейчас уже все, уже ничего, уже все хорошо. Ну, как бы, уже этого нет. Но очень важный, самой важной девочке моя врач, она прям чуть ли не со слезами на глазах говорила, что очень печально, что очень многих девочек молоденьких прижигают эрозии, а эрозии прижигать нельзя, надо наблюдать. Поэтому я вас очень прошу, если вы сталкиваетесь с такими вопросами, не спешите прижигать, как это сделали когда-то мне, что привело потом к дисплазии. Итак, вон тебе идут короткие волосы, длинный возраст добавили. Кто-то писал, ты постарела? Конечно, я постарела. Когда меня увидели первый раз, мне было 25 на экранах, а сейчас мне 39. Я, конечно же, постарела. Меня это никак не гнетет, чувствуя себя так же, как 18. Выгляжу я иностранца, те, которые не знают меня, которые непредвзято оценивают, не дают больше 26 лет. Поэтому можете писать что угодно, но вы так же будете стариться и так же будете стареть. И никуда вы от этого не денетесь. Так что вас это тоже ждет. Не переживайте. Не постарела шикарность. Ребят, у меня сейчас разговаривают с Митей Фоминым, да? Сколько мы сейчас? 45. Я говорю, Митя, ну-ка быстро признавайся секрет молодости. Он такой больно. Ты тоже офигенно выглядишь. Я говорю, да я понимаю, что я выгляжу хорошо. У меня просто интересный вот секрет. Она говорит, ну мы с Митей смеемся. И он говорит, ну, Мась, ну что, говорит, очень важно, говорит, правильно, очень, говорит, важно, ну, правильно питание, там, соки пьет. А еще очень важно всегда улыбаться, всегда быть на позитиве, всегда жить с улыбкой на лице. И эта вот эта энергия, она всегда будет давать тебе молодость. Мне кажется, Миша вообще просто, он замерз. Вот Митя Фомин, да? Видите его? Выглядит нереально просто. А я сейчас себе в 39 нравлюсь больше, чем когда мне было 26. Я внешне себе нравлюсь гораздо больше. Мне кажется, что сейчас я как раз таки расцвела, и вот эта вот та, скажем так, природная красота, которая была заложена, она вот сейчас проявилась, и мне она больше нравится, нежели когда я была в то время. Это не всегда получается? Всегда получается. Всегда получается. Короче, мы, да, мы с Митей решили, что, вот, да, блюдность тоже нереально выглядит вообще, нереально. Но видно, что она позитивная, видно, что она добрая. Вообще добрые, позитивные люди, они выглядят очень хорошо до самой глубокой старости. Потому что мимика и эмоции человека отражаются, и не то, что отражаются, даже неправильно, эмоции человека застывают на его лице. Поэтому, если ты все время хмурый, вот такой вот у тебя губы вниз, вот так вот они вниз у тебя опустятся. Если ты недовольна, брови эти так и будут. Если у тебя человек радостный, светлый, ты улыбаешься, у тебя всегда ты рад жизни, и каждую секундочку ты счастлив, то у тебя такие же мимика застывает такая на лице. И с возрастом, даже те морщинки, которые приходят, я свои морщинки люблю безумно. Я на них смотрю и думаю, вот у меня есть такие уже мимические, и думаю, мне так они нравятся. Слава богу, что они такие, а они там куда-то там вниз ведут. Поэтому, ребят, все мы будем тоже и стариться, и взрослеть. Это вопрос такой философский. И я считаю, что красота, она не в оболочке, она изнутри идет. Мы с Митей Фоминым все-таки решили, что самое крутое, это, конечно же, именно позитивный взгляд на жизнь. Ну, ботокс многие колят, просто я не помню, когда делал ботокс в последний раз, может быть, лет пять назад. И мне особо нравится, как делают его в России. Поэтому, я думаю, что если я сделаю, сделаю тогда у Саймона, у доктора Саймона. Он мне написал, когда ты приедешь? Я говорю, скоро приеду. У меня 31, никто не верит. Конечно. А помните, как наши мамы, вот смотрите школьные фотографии наших мам. Они в 25 лет на фотках выглядели просто как 45. Сейчас все по-другому. Сейчас абсолютно есть очень много возможностей возможностей за собой ухаживать, поддерживать себя. И все это дает нам возможность, конечно же, сохраниться лучше. И потом у нас уже осознанности больше, чем раньше. У нас больше доступа к информации. Мы уже знаем, что можно кушать, что нельзя, что влечет за собой, что. Ну и с другой стороны, я рассказывала опять недавно, что филеры, я не только в России вообще их не делала. Я себе дала слово, что больше никогда их делать не буду. Когда вот мне Саймон выровнял, у меня была асимметрия страшная. Когда он мне все выровнял, все ушло, и все. И слава богу, я думаю, больше я никогда не дам никому прикоснуться к себе иглой. Вот. И, соответственно, и без денег можно себя тоже поддерживать. Между прочим, я давала вам рецепты очень крутых пилингов и так далее, которые делаются за 3 копейки, покупаются в аптеке там средства. За 3 копейки, это знаете, за сколько вам обойдется там в 60 рублей весь набор. И вы можете за собой ухаживать. Поэтому неправда. Деньги, конечно, помогают, безусловно, но очень много сегодня прикольных средств, даже спорт на дому можно делать. Все занятия в фейсбилдинг, которые я делала, все делала в машине на дому. Никакой косметолог их не делать. Конечно, уже за кожей, чтобы ее подпитать. Я там, допустим, должна купить кремы, которые мне нравятся. Мой сет кремов стоит 500 долларов где-то я покупаю на месяц. Мне хватает. Ну, чуть больше, чем на месяц. Интрасьютиклс. Вот. Ну, 500 евро даже, я бы сказала. Ну, да, я согласна. Здесь как бы такой вот уход дорогой. Но можно, опять же, народными средствами. Эти все кремы можно делать в интернете, есть рецепты. Так что не надо. те наращивали за сколько? Ну, это очень дорогие волосы. Такое наращивание, оно около миллиона будет стоить, потому что это волосы, они вот по бедру. Вот так вот у меня. И, соответственно, длинные, чем длиннее, тем дороже. Но плюс еще это славянский волос. Это не азиатский, а славянский тоненький волос. Да, питание сколько помогает? Я не пью кофе, хочу перейти в цель похудения. На кофе, что ли, перейти? Нет, ну, похудение не через кофе надо делать. Нити как-то я делала очень давно, и потом мне сказали, что их нельзя ни в коем случае делать, что это очень страшно, что они делают такой сильный фиброз. От них толку был ноль, вообще ноль без палочки. И от них потом может быть такой фиброз, и если их делать, тем более, я давно-давно делала, но многие говорят, что если их делать, то потом со временем, когда будет обвисание, это будет страшно, что может быть на лице какие-то страшные вещи происходят. Какие-то японцы пришли, или корейцы, или китайцы, что это было интересно. Чужие волосы не смешали, они уже мои. Как они чужие? Я их уже помедитировала с ними, так что они уже мои. Там уже только моя энергия. Если чужая энергия была, то она уже напитана моей энергией. Так что вы знаете, как я говорю, кто-то говорит, вот там энергетика плохая, туда идёшь, там энергетика плохая. Я говорю, я сейчас приду туда и своей энергетикой перебью всю плохую энергетику. То есть я точно знаю, что моя энергия, она очень мощная, сильная, поэтому никакая плохая энергетика не останется. Только любовь, любовь, любовь. Спасённого жизнь ребёнка один миллион. Я очень много помогаю детям. Мои деньги считать не нужно. Я помогаю детям. Я отправляю от себя всегда. Плюс вами делюсь какой-то информацией, которая, допустим, очень тяжело собирается. Поэтому мои девочки, не смотрите в чужой карман, не смотрите никогда в чужой кошелёк, не считайте чужие деньги. Это некрасиво, это неправильно. И я считаю, что нужно смотреть за собой. Вот вы кому-нибудь когда-нибудь спасли жизнь? Хотя бы одному ребёнку вы спасли жизнь? Ответьте мне на вопрос, прежде чем заглянуть в чужой кошелёк. Спасибо. Я любовь. Я любовь. аппаратную методику для чего? Аппаратная методика тоже бывает разная. Я не завтракала сегодня, я только сок выпила сегодня, как это называется, ананасовый, свежевыжатый, но я очень голодная, я очень хочу есть. Я думаю, может я пойти покушать. Лица, лица, да, лица, кожи, мышцы, поры, пигментация, там же очень много всего. Что именно вас интересует? Я вот, допустим, если вы в Москве, я бы вам обязательно рекомендовала сходить к моему, вот я вчера ставила фотку, к моему косметологу, он делает такую процедуру, называется Даймин Шайни. То есть это две процедуры, значит, одна из них спектр пил идет, а вторая потом сразу интерсьютиклс, лицо горит, светится, блестит. Ну, а если вы прям вот готовы действительно так нормально потратить деньги, чтобы увидеть результат ухода на дому, я все-таки рекомендую настоятельно покупать интерсьютиклс, всю линейку, всю, там идет скраб, ну, умывалку можете свою взять, если у вас есть, там есть умывалка, скраб, ну, все выйдет там под 800 евро, наверное. Но это, вот нанес все вот эти крема, там идет сыворотка с какими-то бустерами, потом идет гель, потом сверху крем, все этот намазал, стоишь на себя, скраб перед этим, стоишь на себя, смотришь и понимаешь, что ты выглядишь так же, как если бы только что вышел от косметолога. очень работает, очень круто смотрится лицо, оно сразу такое прям, как это называется-то, напитанное такое. Моего косметолога зовут Барсуков, Сергей Барсуков, я его отметила. Я твоя фанатка. Не сотвори себе фанатов, вернее, кумиров. Я тоже ваша фанатка, если честно, всех я вас люблю и такая же фанатка ваша, как вы мои. Где купить эти крема? Вот я вчера у Барсукова везла в салоне там эти крема все, у них там линейка есть, ну, я думаю, в Москве много где можно взять. После геля на лице образовались фиброзы, можно ли избавиться из этого окончательно? После какого геля? После как это называется вот эта терапия, когда эти баблс это делают? Как фиброз в принципе не мог образоваться от геля, если это были инъекции, там могли быть, ну, могла быть асимметрия, допустим, да, там как-то они начали двигаться, он там мигрирует и допустим мне делали носогубку, вот я сейчас носогубки вообще не, посмотрите, у них вообще нет, причем у меня раньше просто щеки были толще и они так вот, скажем, отсюда нагружались, казалось, казалось, что были носогубки, вот, и потом, когда они меня кололи, вообще нельзя, ни в коем случае нельзя делать вот так укол и закладывать колбаски вот здесь, чтобы заложить носогубки, это только дебилы делают, вот, которые не умеют ни образования, ни фантазии, ни ума, не делают так, нельзя, не использовали, а вот, бюребентализация, ну, как раз вот этот вот, как это называется, сейчас очень многие делают, как бюребентализация, и вот эти вот баблсы, я видела, такие страшные как эти называются, последствия всего этого, когда эти прям пампулки оставались, остаются, у меня у подружки, вообще, она сделала шею, ей случайно не тот аппарат кололи, у нее вот эти пампулы уже держатся, не знаю, лет пять, и не уходят никуда, и это страшно, ребят, папулы, да, наверное, ну, видите, папулы же еще могут делать и другим, я раньше делала папулы, это как мезу, а под глаза я делала, вот таким, ну, все это того не стоит, я поняла, что вот эти, все эти папулы вообще ничего не стоят того, чтобы у тебя было там по пять дней вот эти горошины на лице, оно того не стоит, они не дают такого эффекта, что прям стоило это делать, я бы не рекомендовала. Знакома ли я с женой Джигана, да, знакома, я сейчас допью свой имбир, и вот смотрите, этого глоточка достаточно, надо обязательно перемешивать, чтобы это белое на дне, вот, мне этого глоточка хватит еще на час-два, вот, до этого выпила, насморк был просто, вот, ну, просто вода из носа течет, извините за подробности, вот выпиваешь, все, проходит, час-два вообще у меня там все такое, у меня остается шестьдесят. Без фильтра эфир можно? Можно, но никогда я спала четыре часа и очень встала. Угу. Обожаю имбиря. И дочку и лючу также имбиря. это свежевыжатый сок имбиря. Но мы, дочка, я делаю, ну, она мне это пьет тоже, она мне такая вообще, не пьет и не морщится даже. Но мы делаем, иногда варим. Да, берем литеризацию не рекомендую, девочке, потому, мезу, да, мезочка, это что? Это, это, вот так они делают, они не делают эти пампл, как они называются, ну, вот эти баблсы. Ее можно делать, но сейчас уже другой способ есть, помимо вот этой мезы. Сейчас меза делается уже по-другому. Есть такой стержень, он такой, как колпачок, а внутри иголки, там, несколько иголочек, и он вот так вот ими водит, и он, получается, делает мелкие прокалывания, то есть не руками она каждую водит, это больно, а там они так эти иглы, и они так проводят, а потом уже чуть-чуть начинают как бы кровить лицо, капиллярчики чуть-чуть, ну, капельку, там такое покраснение, оно сразу же проходит к вечеру. И вот они там, любой коктейльчик сверху тебе вот туда вместе с этим, хоп, и, соответственно, у тебя впитываются все вот эти витамины, все, что там, не знаю, кто что делает. Мое дело мне в косметологу в Лондоне этот, пептиды, очень хорошо, кстати, тоже пептиды работают. Мизороллер, нет, мизороллер это другое, девочки, нет, нет, это косметолог даже, это аппарат, аппарат, который просто делает, делает, я, кстати, ни разу не пробовала делать, когда собственную кровь берут, вот как это называется. Носогубки, смотрите, вот, допустим, Саймон, которого я, у которого я, ну, в Лос-Анджелес, к которому я езжу, он носогубки убрал таким образом, причем, два года назад убрал и до сих пор их нет, и больше не будет, я думаю. Я не знаю, как называется этот аппарат, я потом спрошу, может быть, микронидл, ну, наверное, да, плазмолифтинг, вот я ни разу не пробовала, говорят, хороший. Сейчас я кровь почистила, вот свою, и вот сейчас можно плазмолифтинг делать, сейчас я думаю, идеальный будет. Значит, что он делает, Саймон, ну, это тоже очень важно, понимаете, это вот нельзя в плетисках косметолога, ты можешь мне вот сюда уколоть? Потому что, если не туда уколят, будет вот такой нос широкий. То есть заломы носогубки, видите, вот я так делаю, видите, носогубка как будто появляется, видите, это когда оседает нос, вот эта ткань там, вот так туда делает, и носик поднимается, и все, и носогубка уходит. Никто в эти морщины не колет, потому что морщина должна закладываться, вы когда говорите, смеетесь, да, это же естественно, что была какая-то складка, вы же не будете ли вы так смеяться, и то даже так смеясь, вы понимаете, да, а наша что делает? Она в складку закладывает гиалуронку, и вы все равно продолжаете смеяться, и получается, что морщине некуда закладываться, либо она ее мигрирует, двигаясь, и я пошла. Либо она начинает просто, что она делает? Либо мигрирует, либо просто закладывается в другом месте, другая складка. Короче, потом вам все расскажу. Все, сохраню вам эфир. Девочки, я вас тут как личный косметолог на дому, все, все эти самые, консультации тут провожу практически. Но я очень рада провести для вас консультации, потому что я все-таки в свое время обожглась, и хочется поделиться опытом, чтобы вы не попали на те же грабли, что и мы. Покажите крема, которые сядут. Вот она вся линейка у меня. Вот то, что я вчера купила. Вот, нитро-сьютика. Давайте я вот так покажу. Значит, и так, значит, вот так. Вот это, вот это, это все инфра-сьютика, все одна линейка. Сейчас мы тут уберем. И, вот так. Бустеров у них несколько. Это коллаген, это витамин С. Значит, что вы делаете? Вы проснулись, умыли личико, намазали его скрабиком. Ну, там, если скраб, то раз в неделю. Дальше. Берем вот это, сделаем один, раз выдавили на ручку себе. Сверху вот в это добавляем каплю вот этого. Размешиваем это все до однородной консистенции. Наносим равномерно на лицо. Нанесли. Дали чуть-чуть подсохнуть. Минутка прошла. Следом наносим гиалуроновый гель. Нанесли. Дали подсохнуть. Потом, следом, третьим шагом уже крем, который не позволяет этому всему, этому испаряться. И вот эта линейка, она просто нереальная. Она, ну, вы увидите, что будет. Вы будете выглядеть так, как будто только от косметолога вышла. Ну, ладно, я пойду покушаю, пообедаю. Спасибо за советы. Витамины, я говорила, да, этот я пью, биотин. Биотин это что? Это витамин Е, по-моему, с чем-то. СПФ, кстати. Да, СПФ я наношу, а мне сейчас моя подружка подарила, ну, вот такую вот, она мне достала, вот такую штуку. Но её, она говорит, очень сложно найти. Это Рос де Мерн, это из Израиля. Вот такая штука, она как глина. Мне сейчас нельзя в ближайшие 2-3 месяца на солнце вообще, да, кальция, хлорид, пилинг тоже. Вот я в своём, вот этот онлайн семинаре, который у меня сейчас будет, курс, онлайн курс, там я буду показывать, как делать надо мной кальция, хлоридом, пилинг. И вот смотрите, здесь такая штучка, а, витамин, да, биотин, витамин В, всё верно. Вот такая штучка, и она вот так пальчиком наносится, вот как я избегаю солнца, видите, такая, и вот я наношу её, она как тональный крем получается. Это очень круто помогает вам от солнца защитить себя практически SPF 100, потому что вы знаете, да, что SPF 100 нельзя по закону, нельзя делать, только 50 или 70 максимум. А это глина получается, то есть она абсолютно безвредна для лица, для кожи, для пор и закрывает как SPF 100. Я вот сейчас могу смело пойти на солнце. Конечно, загорать я не буду, но точно могу не переживать. Это Кристина, фирма защиты вашего солнца. Что, Кристина? А, да, Кристина фирма называется, вот это точно Кристина, да. А разве это не Израиль, разве? Может быть, я ошибаюсь, девочки, может это не Израиль? Сори, наверное, это не Израиль. Это Кристина. Что такое Кристина? Я просто не знаю. Мне эта девочка, по-моему, говорила, что это из Израиля. Ладно, я пошла, короче, я вас целую, обнимаю всех. Муа. Продолжение следует...